Ежегодно расширенное заседание Совета по спорту, которое приходится, как правило, на вторую половину декабря, с нетерпением ожидают все, кто связан с физической культурой. А таких людей в нашем районе тысячи. На этом мероприятии подводятся итоги большой работы, которая проделана за год. Намечаются задачи на будущее и чествуются лучшие спортсмены и спортивные специалисты. Большой зал городского дома культуры был полон. Со всего района сюда приехали ветераны спорта, спортсмены, тренеры, руководители детско-юношеских школ, других спортивных организаций, представители местных властей, активные общественники. С итоговым докладом о деятельности в 2018 году Управления по физической культуре и спорту Славянского района выступил его начальник Александр Прищепа. Физкультурой и спортом в нашем районе в организованных формах занимаются почти 63 тысячи человек, а это на тысячу больше, чем в прошлом году и составляет свыше половины от населения. Тенденция увеличения числа занимающих последствий во многих поселениях муниципального образования. Лучшие показатели в данном направлении это Славянское городское поселение, Анастасиевское и прибрежное сельское поселение. На сегодняшний день 15 поселениях работают 15 спортивно-спортивных клубов по месту жительства. Работа клуба по месту жительства позволила увеличить массовость проводимых мероприятий. За год в районе проведено более 600 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие свыше 120 тысяч человек. Районная спорта Каяна среди поселений, она проводится в течение всего года, она проводится по 22 видам спорта. Более 5000 детей занимаются в различных детско-юношеских спортшколах. В 2018 году славянцы завоевали 950 медалей краевого, российского и международного уровней. 21 спортсмен района входит в состав сборных команд России. 158 выступают в составе сборных Краснодарского края. Словом, нам есть чем и кем гордиться. Сегодня, знаете, вот как в той песне поется, мы верим гордо в героев спорта и останутся их имена. И имена действительно сегодня мы видим Давыдова Юрия Александровича, Жептяка Василия Степановича и многих других. Вот действительно спорт сегодня в славянском районе, он патриотично развивается. И помним всех. Представитель Министерства физической культуры и спорта края поблагодарил руководство славянского района за большую и плодотворную работу по спортивному развитию. Те успехи, которые достигаются здесь спортсменами, тренерами, та работа, которая проделана управлением, это все сделано благодаря тому, что здесь я, например, никогда не встречал рабодушных людей. Никогда такого не было. Всегда все было с огоньком, с пониманием, с желанием что-то сделать. Поэтому, уважаемые коллеги, хочется вам сказать отдельное-отдельное спасибо за вашу работу, за ваш каждодневный труд. Глава славянского района поблагодарил всех, кто от души помогает укреплению и расширению спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. Таких людей, любящих спорт, в нашем районе немало. Решение на руках, я его тоже внимательно прочитал. Я считаю, что здесь прописаны основные направления развития физкультуры и спорта, направления строительства и ремонта наших объектов. Поэтому, я думаю, что мы это все будем исполнять. И вот та высокопланка, которая в целом задается всеми вместе, наверное, она будет нами с вами выполнена. Затем наступила самая приятная и волнующая для всех часть мероприятия. Честование всех, кто внес свой вклад в спортивную жизнь района. Удостоверение о присвоении почетного звания «Мастер спорта России» было вручено спортсмену отделения академической гребли спортшколы Олимпийского резерва «Изумруд» Денису Рябчуку. Это звание для меня много значит. Я для него много трудился, много сил было положено. Я думаю, что я заслужу его. У меня есть большие планы. Я сейчас тренируюсь, готовлюсь к отбору сборной России для дальнейших выступлений на различных международных соревнованиях. Грамотами были награждены члены Паралимпийской сборной района. Они в пятый раз одержали победу в спартакеаде инвалидов Кубани и их тренер. Затем честовались ветераны спорта, призеры и победители спартакеады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, спортивные специалисты, лучшие спортивные команды, лучшие спортсмены и тренеры, руководители спортивных сооружений, организаций, представители местных властей и средств массовой информации. Звание лучшего спортсмена района получила мастер спорта и рекордсменка России, победитель Паралимпийского чемпионата страны по плаванию Наталья Павлюкова. Чемпионат России в мае, который проходил в городе Рузия, в Московской области. Там я стала первой чемпионкой России. Ну, как бы все, мне кажется. И вот мы были на Кубке России, я стала первой. Я хочу попробовать отобраться на чемпионат мира. Это самое главное, наверное. Сейчас будет большая работа в новом году. Ее тренер Пивнева Наталья была удостойна звания лучшего тренера года. Приятно то, что все-таки обращают внимание на инвалидный спорт, помогают нам. И это очень большая мотивация к дальнейшим успехам, к дальнейшей работе. Работы у тренера паралимпийской сборной команды Славянского района впереди немало. И она требует большого терпения и упорства. Конечно, однозначно это терпение, сочувствие, понимание. Ну, а техника, в принципе, подстраивается под каждого человека отдельно. Впереди у всего славянского спортивного сообщества Новый год. А значит, надежды на новые успехи и настоящие победы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...